Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе Назад на рыбалку в СССР. Ретро-ностальгия. Скоро зимняя рыбалка. Я решил еще раз отснять, показать свои зимние удочки из СССР. Сразу скажу, подписывайтесь на мой канал, нажмите кнопочку, колокольчик, чтобы не пропустить много интересных видео. И давайте начнем. Сегодня мы поговорим об очень интересной зимней удочке. Зимняя удочка. Название, к сожалению, неизвестно. Удочка сделана в виде винтовки. Производил ее завод Точка Электроприбор. Этот завод, у него направление рыбалонопродукции не основное было, а как побочины. Но он очень хорошо отличился в СССР, потому что произвел очень много рыбалонных снастей. Это целую серию катушек проводочных промень и целую серию катушек дельфинов безинерционных. То есть, очень интересны. Также были и много других рыбалонных снастей. Давайте рассмотрим эту удочку поближе. Итак, чем интересна эта удочка? Здесь мы отгибаем вот эту пружину и складываем наш хлыстик. Хлыстик сделан в виде шприца, в виде винтовки. Здесь, кстати, была наклейка. Здесь был удачный завод и цена этой удочки. Здесь вот такая вот катушка-держатель из двух трубок. Сама удочка пластмасса. Вкомплектовалась она вот такой вот катушечкой проводочный промень. Обязательно шла вот эта удочка зимняя. Здесь далее катушка-промень понятна. Она шла и отдельно. Тоже этого завода производилась. Здесь мы отгибаем пружину. Отгибаем пружину и выставляем. Вот получается такой вот у нас хлыст. Сюда уже надеваем петелок. Такая достаточно интересная зимняя удочка из СССР. Напишите в комментариях, кого она была, кто на нее ловил. Ну, в принципе, она не тяжелая, достаточно красивая. И сама себе конструкция очень интересная. Вот эта вот деталь. Что хлыстик, еще раз скажу, можно сложить. Вот так вот складываем, он защелкивается. Раскладываем, он тоже защелкивается. Во всю длину вместе с хлыстиком эта удочка 38 сантиметров. Ну и так, а на сегодня все. Всем, кого понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм. Нима группы Рыбалки Кулинарии ВКонтакте. Ссылочки будут в описании. Всем пока.